Дорога в Рим Мы взошли на драмитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв в море против Киликии и Помфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Размышления, часть 1. Начало. Деяния, 27 глава, с 1 по 8 стих. Наконец, бывает то, что Господь предсказал Павлу в Деяниях, 23 и 11. Он будет свидетельствовать об истине Евангелия в Риме. И хотя это обетование исполняется неожиданным образом, средства достижения включают в себя и обычный по тем временам способ передвижения, морское путешествие. В сегодняшнем отрывке подчеркивается тот факт, что христианская вера реализуется в повседневных обстоятельствах. Да, Бог дал нам поручение идти и научить все народы. Однако хождение с Ним включает в себя не только соблюдение заповедей Господа, но и такие привычные действия, как работа, прием пищи, общение, поездки и прочее. Был ли в вашей жизни был такой период, когда вам казалось, что ничего интересного не происходит? Что помогает вам в гуще каждодневных хлопот не свернуть с пути веры? Размышления. Часть 2. Неудача. Деяния, 27 глава, с 9 по 12 стих. В данном отрывке, в качестве отсылки ко времени наступления событий, упоминается пост, приходившийся на день искупления, то есть период с конца сентября по октябрь, когда морские путешествия в этих краях считались опасными. Павел просит проявить осторожность, однако капитан и владелый судно, скорее всего, из финансных соображений, решает продолжить плавание. Хотя Павел и выполняет божественное поручение, его жизнь оказывается в руках неблагоразумных руководителей, чей выбор обусловлен исключительно мирскими интересами. Но давайте и не забывать, что всякая власть установлена Богом, и Он всегда действует согласно своему совершенному плану. Так что даже когда лица, обличенные властью, принимают неверные решения, не сомневайтесь, что Божий замысел осуществится. В какие моменты вы задаетесь вопросом, контролирует ли Бог происходящее? В каких сферах жизни Господь просит вас больше доверять Ему? Молитва. Отец Небесный, мы помним, что Ты уготовил Своему Сыну смерть во спасение всех, кто верует в Него. Даже в самых страшных ситуациях Ты всегда берешь ответственность на Себя. Помоги мне довериться Тебе во имя Иисуса Христа. Я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok